Привет, меня зовут Даша, и сегодня я продолжу знакомить вас с экспонатами форума Армия 2023. В прошлом видео я показала вам самые яркие экземпляры, а в этом видео я заострю внимание на армейских роботах. И в конце видео вы узнаете, почему почти все из показанных роботов на самом деле роботами и не являются. А тема робототехники мне очень близка, по образованию я автоматизатор технологических процессов, и даже программировала легендарный промышленный робот РМ-01. Пошли рассматривать боевых роботов. А первым я хочу вам показать эту любопытную машину, это Зубила. И да, именно Зубила. Так прозвали робота сами создатели предприятия РМ-Дизель. Название отображает внешний облик изделия. Внешне машина не выглядит грациозно, но оно ей и не надо. Предполагается, что эта машина будет сопровождать штурмовые группы, и судя по вооружению, поддерживать их огнем. В Зубиле угадывается шасси полноприводного КамАЗа, что логично, ведь РМ-Дизель родом из набережных Челнов, и давно сотрудничает с Камским автозаводом. Пока у робота очень малая автономность, всего 10 километров, что согласитесь, для штурмовой боевой машины явно недостаточно. Также Зубила помимо несения вооружения может быть машиной снабжения. И в этом амплуа она будет выглядеть намного актуальнее, на мой взгляд. И забавно, что на таком суперсовременном экземпляре стоит ржавая зенитная установка. Такое ощущение, что пушку поставили просто в последний момент. Но и также непонятно, как будет реализовываться перезарядка зенитной установки. И скорее всего это будет происходить вручную, так как я никаких специальных устройств на экспонате не заметила. Есть сведения, что Зубила проходит испытания в одной из воинских частей, и военные высказали свои замечания по машине, и самое основное это малый радиус автономности. И также непонятно степень роботизированности машины, то есть насколько машине в процессе работы нужно внешнее управление от человека. Одно дело, когда это просто манипулятор, а другое, когда автомобиль сам ищет путь из пункта А в пункт Б. И в любом случае это хороший знак, что тема беспилотных транспортных средств продолжает развиваться. Урал также продолжает развивать тему беспилотных транспортных средств. В прошлом году на форуме Армия 2022 меня сильно впечатлила их первая версия такой машины. Тогда образец был в очень харизматичной двойной окраске, отображающей двойное назначение машины. А в этом году автономный Урал был только в защитном цвете, не дающий двойное трактование назначению автомобиля. Этот образец, в отличие от прошлогодней машины, отличается еще и наличием лидаров на переднем бампере. Ведь год назад у меня был вопрос о том, как эта машина ориентируется на местности. Теперь частично вопрос у меня отпал. Беспилотник может автономно подъехать к погрузочно-разгрузочным терминалам и выполнять задачи. А удаленно по сотовой сети оповещать оператора о возникших нештатных ситуациях. Беспилотная машина уже прошла испытания и планируется к серийному производству. Так что скоро дальнобойщики действительно будут не нужны. Но для этого нужно время и решение очень многих вопросов по пути. Концептуально, что зубило, что этот беспилотник очень важный для армии машины. Особенно если учесть опыт предыдущих локальных конфликтов, например, в Афганистане. Где что у советской, а потом и у американской сторон боевые действия велись, опираясь на небольшие базы, разделенные друг от друга серой зоной. А роль снабжения порой играла значительную роль. А снабжение как раз шло при помощи автотранспорта, который был очень уязвим в колоннах. Большие потери несла советская сторона в материальные, а также в людскую составляющих. А вот подобные роботы могли бы уберечь пусть не технику, но хотя бы живую силу, что намного важнее любой и даже самой продвинутой железяки. С виду такой небольшой робот, а весит он почти 4,5 тонны. Это робот Тор. И название тут не очень удачное. Не надо его путать со знаменитым зенитным комплексом. Аппарат затерялся в экспозиции Уралвагонзавода без каких-либо поясняющих табличек. А в отличие от предыдущих образцов, у Тора уже есть вооружение. И это очень интересный прецедент. Сама машина служит для охраны особо важных объектов, то есть как таковой интеллект ей не нужен. Тор должен передвигаться по заранее известному маршруту под руководством или присмотром оператора. А в случае обнаружения нарушителя робот вначале при помощи встроенного громкоговорителя вежливо попросит гостя уйти. А если тот не последует совету, то откроет огонь. Только тут встает очень интересный и щепительный вопрос ответственности. Насколько крупнокалиберный пулемет автономен? Или же все-таки на гашетку будет сжать оператор из своего укрытия? И собственно он же и будет отвечать за исход битвы между роботом и человеком. И также нести ответственность за возможные несчастные случаи. Роботизированный комплекс тягового класса 12 с бульдозерным и рахлительным оборудованием. Именно такое неказистое название было в информационной табличке у такого интересного образца. А это беспилотный трактор с дистанционным управлением, созданный для работы в опасных для человека условиях. Например, тогда, когда нужно перемещать зараженный грунт. Такие машины пригодились бы при ликвидации последствий на Чернобыльской атомной станции. Машины, судя по внешнему виду, сделаны на базе серийного, то есть пилотируемого бульдозера. И обратите внимание, что у бульдозера по всему корпусу на характерных усах размещены датчики и камеры. И, видимо, по этим органам технического зрения должен ориентироваться оператор в пространстве. И судя по тому, что экспонат стоял на площадке, организованной непосредственно Министерством обороны, значит, что, скорее всего, робот уже стоит на вооружении инженерных войск. Министерством обороны Роботизированный саперный комплекс в состоянии обнаружить, индифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет, мощность которого не превышает 60 кг в тротиловом эквиваленте. И при этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава. Обнаруженные на местности боеприпасы обезвреживают либо разрушая их физически, либо приводя их в действие. Комплект использовался в ходе проведения операции в Сирии, где применялся при разминировании Пальмиры, Алеппо и других. Также были произведены расчеты, которые показали, что один робот-сапер за день в состоянии выполнить объем работ, которые могло бы сделать подразделение из 20 саперов МРТКП на гусеничной базе. Он предназначен для ликвидации последствий технологических аварий и пожаров, и инженерной разведки местности, и доставки к месту применения средств пожаротушения в режиме дистанционного управления. Комплекс рассчитан на применение в зоне высоких температур и других опасных для жизни человека условий. Комплекс просто удобен в управлении и уникален по своей эффективности и безопасности работы для человека. Комплекс оснащен цистернами с водой и пенообразователем емкостью 2000 и 600 литров соответственно. А также предусмотрена возможность применения с подключением внешнего источника воды. Имеет поворотный схват, который может переносить груз массой до 2 тонн. В среде разработок средств механизации разгрузочно-погрузочных работ опытного завода Micron для полевых работ особый интерес представляют самоходные установки и самоходные платформы, которые получили широкое применение на складах и в быстровозводимых полевых хранилищах. Универсальная самоходная машина OSM-1 предназначена для погрузочно-разгрузочных работ и оснащена дизельным двигателем в 36 л.с. и полным гидростатическим приводом на каждое колесо с дистанционным управлением радиуса действия до 400 метров. Шарнирно-сочлененная рама делает машину повышенной проходимости не только в пересеченной местности, но и в условиях разрушенной городской инфраструктуры, что позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы в труднопроходимых условиях. Универсальная самоходная платформа УСП способна перемещаться на местности без управления человеком посредством интеллектуальной навигации с использованием машинного зрения. Она предназначена для транспортировки различных грузов или перемещения необходимого оборудования. Аналоги таких устройств широко применяются в ведущих армиях зарубежных стран мира по принципу робота-мула. Самоходная платформа отлично справляется с преодолением длинных и трудных дистанций и имеет хорошую маневренность, может переносить различные военные оборудования, оружие и боеприпасы. А этот робот мне чем-то напомнил о знаменитом мультяшном персонаже Валли. И действительно они внешне похожи, и оба имеют гусеничное шасси. Да и назначение у них тоже схожая, работа с опасными загрязненными объектами. Их перемещение, временное складирование и отправка опасных материалов на анализ в лаборатории. И интересно, что машину создали в конструкторском бюро МГТУ имени Баумана, и робот уже принят на вооружение и активно используется. Вся начинка экспоната, и в том числе и электронная, выполнена полностью из отечественных компонентов. А также особые требования были предъявлены к системе управления. Она должна корректно работать во время разнообразного излучения. Вы же помните историю, когда ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС потребовалось расчищать крышу реактора от радиоактивного мусора. И даже зарубежные специальные манипуляторы не справились с поставленной задачей, они просто выключались. А у этого робота таких проблем быть не должно. Надо опять-таки понимать, что это не автономный робот, а скорее просто удлинитель рук специалистов. То есть такая специальная механическая рука, при помощи которой можно подойти к опасному объекту, будь то радиоактивный или эпилогически опасный, или же взрывчатый предмет. А робот может управляться как по кабелю длиной до 100 метров, что будет надежнее и второго способа управления – по радио. И интересно проследить в динамике, как развиваются другие роботехнические экспонаты, которые были показаны на прошлогодней выставке «Армия-2022». Например, семейство роботов «Маркер». Хоть их и не было натурно представлено на выставке в этом году, но о них активно говорили на форуме. Так, исполнительный директор МПО «Андроидная техника» Евгений Тудоров рассказал, что «Маркер» оборудован двухкоторным стрелково-гранатометным модулем с высокоскоростным и безредукторным приводом, и он оказался эффективнее человека как при стрельбе со стационарной позиции, так и в движении. Разделение приводов, оптика электронного прицельного блока и вооружения позволяет машине вести стрельбу по нескольким мишеням одновременно. «Андроидная техника» продолжает работать над повышением точности и избирательности стрельбы «Маркера», а также планирует добавить возможность поражения высокоскоростных воздушных целей. При этом робот уже сейчас эффективно поражает микро-БПЛА. Напомню, что семейство роботов «Маркер» было создано для охраны объектов Роскосмоса. Стоит уточнить, что далеко не все из представленных образцов являются полноценными роботами в общем смысле. В этом видео объединены, скорее всего, беспилотные транспортные средства. Если быть точнее, то существует специальная классификация степеней автономности транспортных средств, которая характерна, скорее всего, для гражданских образцов. Но мы давайте попробуем проанализировать по этой классификации показанные в этом видео машины. Стандарт начинается с уровня 0, что означает отсутствие автоматизации. Водитель-человек несет 100% ответственности за то, что называется динамической задачей вождения, что означает работу по фактическому вождению транспортного средства на постоянной основе. Уровень 0 не так уж трудно понять, но даже здесь есть некоторые нюансы. Вероятно, наиболее важным моментом является то, что существует много современных автомобилей с функцией помощи водителю, которые по-прежнему соответствуют классу 0. Обычный военный КАМАЗ, даже оснащенный системой помощи водителю, является транспортным средством уровня 0. Уровень 1 – это система управления либо рулением, либо ускорением, на постоянной основе, но только при ограниченных конкретных обстоятельствах. Уровень 2 – это уже частичная автоматизация, это касается системы ассистентов водителя, обеспечивающих управление рулением и ускорением, но опять же только при определенных обстоятельствах. Уровень 3 – это условный автопилот, и разница между уровнем 2 и уровнем 3 в степени, а на практике это зависит от ответа на вопрос, насколько должен быть человек на сидении водителя, и должен быть он готов взять управление машиной на себя. Уровень 4 – это высокая автоматизация вождения, то есть системе вообще не нужен резерв в виде человека, и она функционирует в пределах своего рабочего пространства. Иными словами, система уровня 4 все еще имеет пределы, но пока она находится в этих пределах, человеческое вмешательство ей не понадобится. Это и есть настоящий автопилот. То есть почти все из показанных экспонатов, хоть и являются технически беспилотниками, но они не имеют собственного интеллекта для выполнения сложных технологических задач. То есть по факту водитель, он есть, он нужен, он сидит, правда, вдалеке от своего транспортного средства. Но только один из показанных роботов отвечает представленным требованиям. Это беспилотник от Уральского автозавода, который, судя по заявлению производителя, отвечает четвертому уровню автономности. И вот такая себе получилась автоматизация. И несмотря на показанный высший факт, то, что продолжает развиваться и подниматься тема безлюдного транспорта, это очень прогрессивное явление. И, к сожалению, человек веческий прогресс двигает желание убивать как можно более эффективно себе подобных. И прогресс вынужден двигаться через военные разработки. И это так было и с космическими ракетами, так было и с атомной энергетикой, а также с телекоммуникациями, интернетом. И вот сейчас повторяется эта история с роботизированными средствами. Это и не хорошо, и не плохо, это просто такой факт. И, скорее всего, более эффективного способа развития технологии мы в ближайшее время и не увидим. И вот такой обзор роботов, представленный на форуме Армия 2023, у меня получился. Не забывайте подписываться на мой канал, ведь совсем скоро здесь выйдут обзоры на другие темы, которые были представлены на выставке. Например, была очень интересная экспозиция бронетанковых войск и самоходной артиллерии, инженерной техники, так что впереди вас ждет очень много видео. Если вам нравится то, что я делаю, то ставьте лайк. А больше контента обо мне вне техники и моделизма можно увидеть на моей страничке на Boosty. И там вы также можете поддержать мою деятельность. Ссылочка есть в описании. А также заглядывайте на мой основной канал, Даша Моделс, где я строю модели, увиденные мной техники. До новых встреч. Пока-пока.